Родители Родители, детский сад, школа – все они готовят детей к жизни. Организация нашего общества все больше и больше переходит в цифровой формат. Когда детям начинать использовать планшет или смартфон, чтобы хорошо подготовиться к жизни? Перед любым родителем встает этот вопрос. Чтобы выжить в мире, который оцифровывается все больше, нужно начинать с детского сада. Это то, во что верит большинство родителей. Однако многие работники образования придерживаются совсем другого мнения. И ученые, такие как известные исследователи мозга Гертрау Тойчернот, напуганы уровнем текущей сенсорной перегрузки у детей. То, что мы сейчас переживаем в обществе, вызывает у меня большое беспокойство. У нас за плечами полвека исследований, включая те, что сделаны в нашем университете, как факторы стресса влияют на развитие детей и молодежи. А сейчас еще цифровизация и вообще степень ускорения такова, что, как мы установили, они не позволят мозгу развиваться нормально. Также баланс функций мозга не получается использовать в развитии, и дети остаются, по сути, на обочине. Способность логически мыслить снижается, зависимость растет, и это никак не обойти. Поистине надвигается катастрофа. Только люди, выросшие в аналогов мире, могут разумно справиться с цифровым. Это важный вывод из современных исследований мозга. Лежащий перед нами новый мир, все более цифровой, развивается в неправильном направлении. Мы, как будто ослепли, и все чаще, не подозревая, становимся очарованы и поддаемся обману. Люди автоматически развиваются интеллектуально, если находятся в условиях, дающих возможность мозгу нормально физиологически развиваться. Движение. Эмоция. Мотивация. Движение – основа для развития первых созревающих нейронных систем. Художник, то есть сам ребенок, набрасывает свой первый эскиз. Сам по себе ребенок ничего про это не знает. Он просто получает удовольствие, ползает и открывает для себя новое. Прыгает, резвится, взаимодействует с природой, например, строит песочные замки. Ребенок не учится, по крайней мере, в том виде, как это представляют себе взрослые. Слово «учиться» вообще неуместно в контексте раннего развития ребенка. Малыш использует свою открытую чувственность, впитывает все впечатления, как губка и интегрирует их в созревающие нейронные сети. Физические упражнения – это активность, это пища, необходимая нервным клеткам, такая, как протеины и углеводы, чтобы постоянно подпитывать нервные клетки. Только физические упражнения запускают созревание позитивных эмоций и мотивации в мозге ребенка. Но касание планшета и проведение по нему пальцем никак не дает того исчерпывающего объема движений, в котором так нуждается ребенок для своего развития. Вместо этого желание двигаться пропадает из зачарования соблазнительной электронной игрушкой. Биологически закрепленные в ребенке побуждения к исследованию, любознательность, подражание, игра, изобретательность не используются или используются недостаточно. Мы попадаем в зону риска, где они могут атрофироваться из-за недостатка социального общения, а в мозге не сможет сформироваться жизнеспособный каркас двигательного нерва. Почему так происходит? То, что ребенок видит, двумерно. Это невозможно потрогать, ощутить на вкус, понюхать и почувствовать. То есть, когда ребенок взаимодействует с электронным устройством, он не может испытывать необходимые для развития мышления чувственные переживания. Ребенок не учится держать баланс. Возможно, школьник может только судорожно сжимать в руке карандаш. Письмо, чтение, арифметика – этому сложно учиться, и поэтому развитие интеллекта уже ограничено. Современные родители и педагоги стремятся быть прогрессивными. Конечно, они хотят лучшего для своих отпусков, когда знакомят их с цифровым миром в раннем возрасте. Но они не подозревают, что одевают на ребенка цифровую смирительную рубашку и программируют его на нарушение психического развития. Нейропластичность Нейропластичность – ключ для понимания того, как работает обучение. Как следы на песке. Все учебные процессы оставляют свои отпечатки в нервных сетях коры головного мозга. Тоже делают и цифровые устройства, но они приводят в тупик поведенческое развитие ребенка. Более 25 лет, с 1980 по 2005 год, госпожа Тау Хернот была исследователем и преподавателем в области нейробиологии и биологии человека в Белефельском университете. В научной области тогда преобладали райские условия. В моде были независимые научные исследования. Студенты, кто был особо мотивирован, стекались к нейробиологии, которая, с одной стороны, была ориентирована на биологию человека, а с другой – имела отношение к десятилетию исследований мозга по всему миру. Методы исследований были уже настолько продвинуты, что высшие функции, например, механизмы обучения и образования психоза, могли быть изучены нейрохимически-системно с помощью количественного анализа изображений. На животных были исследованы лобная доля и лимбическая система. Вместе эти две системы управляют высшими функциями мозга, то есть формированием памяти, проявлением воли, мышлением и социальным поведением. Большая часть коры головного мозга оживает через двигательную деятельность, поэтому именно игра создает у ребенка хорошие условия для обучения тому, как говорить, писать, думать. Но если ребенок воспринимает жизнь и игру через планшет, ему не хватает своего собственного активного движения, нервные сети впадают в состояние депривации, в том числе активации ритмов мозга будет недостаточно, а это равно недостаточному питанию нейронов. И это приведет к нарушениям сна и концентрации внимания, и в дальнейшем их трудно будет исправить. Полтора миллиона лет назад на Земле жил наш предок – Homo erectus. Его лобный мозг был очень плоским. Сильной выпуклости он достиг только у Homo sapiens. Вообще слово sapiens означает «мудрец», то есть самый мудрый среди обитателей Земли. Однако каждому современному ребенку придется кропотливо нарабатывать соответствие этой характеристики. Задумайтесь о том, культуры какого размаха и грандиозности смог создать современный человек. Каждый ребенок приобщен к этому физически и ментально. Сначала через родителей или воспитателей, потом самостоятельно. Получается, мозгу понадобится полтора миллиона лет, чтобы развить способность создавать такие высокие культуры. Сколько лет понадобилось Homo erectus, чтобы был эволюционный сдвиг к Homo sapiens? Гениальность генетической стороны этого периода была в том, чтобы максимально замедлить созревание, особенно лобной части мозга, и связать это с увеличением ассоциативных полей коры или другими словами, чтобы развить память и усилить творческое рациональное мышление. Способность человека действовать гораздо более гибко и адаптивно, также более осознанно и внимательно, более социально, чем у других живых существ, росла в этом пространственном закреплении детского поведения. Но если ребенок усыплен присутствием планшета или смартфона, если он носит с собой телефон в качестве игрового партнера и общается с ним соответствующе, его истинное желание искать себе игрового партнера скоро затухнет, так же, как потребность искать самостоятельное решение в конфликтных ситуациях, учиться жить в ситуации неопределенности или справляться с легкими естественными страхами. Ребенок остается связан этой цифровой пуповиной. Многие области мозга недополучают питание и атрофируются. Вместо этого развивается аутическое поведение. Может проявиться синдром цифрового беспокойства. Сегодня многие дети дезориентированы и чувствуют себя беспомощно, без смартфона. Госпожа Таухерднот и психолог Анжелика Шлотман опрашивали детей третьего класса средней школы на тему интенсивности использования мобильного телефона, планшета или компьютера. Затем эти восьми-девятилетние ребята должны были выполнить несколько заданий, которые до этого им были уже знакомы. Итак, здесь мы видим, как третий классник вписывает немецкие слова, игра в снежки в эти поля. А здесь мы читаем то, что он сам оценивает, что много играет на телефоне, компьютере и приставке. А вот пример ребенка, который справился намного лучше, который пишет, что почти не играет. И еще одна девочка, которая тоже хорошо справилась и почти не играет с электронными играми. И вот еще один ребенок вообще не играет. И вот еще ребенок, он вот так попробовал. Он играет много. Пилотное исследование было посвящено измерению пространственно-временного соотношения через призму развития фронтальной части мозга. Вы это только что видели, когда дети должны были вписать слова «игра в снежки». И мы видели различия, и эти различия значительны. Итого, перед нами отражение работы фронтальной части мозга в зависимости от использования личного мобильного телефона. У нас заметный результат, что вызывает большое удивление, но также беспокойство. И мы должны это опубликовать и проводить дополнительные исследования, в том числе долгосрочные. Если подтвердится факт того, что телефон вызывает такое влияние на развитие мозга, то мы должны будем действовать, ведь это наши дети. Цифровая зависимость. Цифровая зависимость у наших детей постоянно растет. Цифровая зависимость ничем не отличается от зависимости от наркотиков. Цифровой фейверк быстро мелькающих видео и цветных анимаций является по сути стимулом атакой на нейронный метаболизм, трансмиттеры в лимбической системе и передней доле мозга, повреждающие нейронные сети. Важное открытие. Сенсорная перегрузка погружает зависимость в мозг. Важное открытие состоит в том, что из-за сенсорной перегрузки зависимость погружает себя в мозг. Проблема в том, что все больше и больше детей и подростков становятся зависимыми от смартфонов, и это имеет разрушительные последствия. В разных областях специалисты каждый день отмечают, что использование цифровых медиа в семьях приводит к конфликтам. Многим молодым людям трудно самим найти в этом баланс. Родители говорят, что чрезмерное потребление цифровых устройств уже приводит к агрессивному поведению у детей младше 10 лет, а также социальной изоляции, нездоровому образу правильного тела с пищевыми расстройствами, дефициту внимания, задержке развития двигательных и языковых навыков. Терапия часто проявляет у детей необходимость постоянно чувствовать уверенность, безопасность и защищенность в активных отношениях, чтобы цепи лимбической области мозга могли развиваться в их настоящей жизни. Работая со взрослыми, становится все более понятно, почему мозг не может по-настоящему настроиться на реальное время и многозадачность, то, что востребовано на современных рабочих местах. Медиальная одновременность противоречит устройству мозга, это разрушает рабочие процессы и делает их поверхностными. Перегруженный мозг погружается в состояние бессонницы, затем выгорание и депрессию. Исследователь, онколог и президент Американской организации защиты прав Фонд охраны окружающей среды поднимает еще одну проблему. Люди имеют право знать, что сотовый телефон – это не игрушка, что не стоит давать его детям ни на какое время. Если вам все же нужно дать ребенку беспроводное устройство, загрузите сначала туда то, что вы хотите, чтобы они посмотрели, будь то фильм или игра, а после этого включите самолетный режим. Таким образом, можно снизить или исключить микроволновое излучение. Когда телефон находится в вашем кармане или близко к вашему телу, и это причина того, что производители сообщают людям, что им не стоит пользоваться телефоном в пределах 5 мм от тела. Фонд охраны окружающей среды сообщает, что этой меры недостаточно. Он должен находиться гораздо дальше, во многих сантиметрах. А в целом мы хотим, чтобы люди знали, что сотовые телефоны – это микроволновые устройства, поэтому с ними нужно обращаться осторожно. И нам нужно работать над тем, чтобы технологии становились безопаснее, и мы находили бы также безопасные способы использования их нашими детьми, и моими внуками в том числе. Образование для созревания под медиа должно стать школьным предметом с 14 лет. И дети должны сдавать тест на использование смартфона, похожий на получение водительского удостоверения. Недостаточная подвижность, сенсорная перегрузка, зависимость, облучение – мы можем этому противодействовать. Родители, учителя, педагоги должны вдохновлять детей на интересные инициативы, так, чтобы они с удовольствием занимались музыкой, пели, занимались спортом, играли в театр, развлекались с друзьями на природе, ходили в походы, лазали по горам, чтобы природа была увлечением. Расти здоровым в цифровом мире. Руководство для родителей, наставников, детей и подростков. Расти здоровым в цифровом мире – это инициатива продвижения грамотного подхода к использованию средств коммуникации среди детей и подростков. Для поддержки родителей, школы, других людей, кого задела эта проблема, и для налаживания связей между экспертами и соответствующими заведениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова